Досмотри это видео до конца и напиши в комментарии свое мнение, что бы сделала в этом случае полиция России. Приятного просмотра. Всем привет, друзья, меня зовут Фирус. Сегодня меня задержала полиция, поэтому я решил сразу же рассказать об этом. Ну, не задержала, а остановила полиция для проверки документов. В общем, вам всем известно, что у нас сейчас карантин в Чехии, что выходить на улицу нельзя и так далее. Все вы это знаете. В вашем городе, скорее всего, то же самое, а если нет, то скоро будет. Вы знаете, что я уже третью или четвертую неделю сижу без работы дома, и поэтому ищу подработки в ВК. Я нашел подработку в саду и поехал сегодня же туда. Когда я добрался туда, короче, это место находится очень далеко от других домов. Он находится под мостом, короче, этот дом, где нужно было работать. И, в общем, я стоял там и ждал человека, который позвал меня, в общем. И, в общем, подъезжает полицейская машина. Да, это видео будет на следующей неделе, наверное, просто я не хотел ждать следующего четверга, чтобы выкладывать, и решил сразу сейчас записать. Короче, я стою, жду, когда мне откроют дверь, и подъезжает полицейская машина. Да, они опустили окно, они не выходили из машины, их было, по-моему, трое или четверо. Короче, опускают окно и спрашивают у меня, типа, где документы. К сожалению, в этот момент, да, я сидел в телефоне, ковырялся там, и не успел, короче, включить камеру и снимать на видео. И потому что я был в шоке просто. То есть я не был готов к этому. Они спрашивают документы. Я начал, конечно же, снимать сумку, искать документы, делать вид, что я их взял, что они должны быть у меня, и что у меня все хорошо. В общем, поковырялся, не нашел, достал кошелек, там посмотрел, нету, и сказал, что нету документов. После этого они спросили, типа, откуда ты? И сами сказали, типа, ты из Украины. Кстати, они говорили на чешском, я отвечал им на русском. То есть они спрашивают у меня на чешском, я более-менее что-то понимаю, отвечаю им на русском. Они, скорее всего, меня понимают, и я им сказал, что я забыл документы. Я сказал, что дома, типа, извините. Они говорят, что откуда ты? и сказали, ты из Украины? Я сказал да, не подумав сразу, типа говорю, да, что если что, я мог сказать, что я тут по биометрике, что я просто как недавно приехал и все такое. В общем, говорю, что да, я с Украины, они там посмотрели на меня, попросили показать сумку, да, я открыл сумку, показал, там были мои, там была одежда моя рабочая, спросили, что я тут делаю, я указал на дом, сказал, что жду друга, короче, то есть все это происходит, я на русском говорю, а не на чешском говорят. И они сказали, что типа не забывай больше документы и уехали обратно. То есть вот так все просто, да, не задержали, не отвезли меня в полицию, не стали допрашивать, пробивать по базе и так далее. Вы знаете, что бы могли сделать полицейские в России, да, если был бы такой случай, если они там остановят гражданина из Средней Азии и если у него не будет документов, они по-любому забирают, да, либо в метро там сразу же в обезьянник сажают или там уже пробивают по базе и все такое, то есть вы знаете. Тут, к счастью, ничего не сказали и дальше просто уехали, да, посоветовали больше не забывать документы. И что я хотел вот объяснить, то, что это первый случай, да, то есть за все эти полгода, что я нахожусь тут, это первый случай, когда меня задержала полиция, попросили документы и все такое. Я был в Германии, пересекал границу, да, границы такой нету. В общем, я был в Германии, там ничего не было, я был в других крупных городах Чехии, тоже как бы никто не останавливали и именно сегодня так получилось, что остановили. И сразу хочу обратить внимание, что это из-за того, что сейчас карантин. То есть людям нельзя выходить на улицу и они увидели человека, который стоит под мостом, да, далеко от других домов и есть единственный дом, который рядом со мной стоит и они как раз подъехали и поэтому и спросили. Ну, я так думаю, что из-за этого они и спросили документы, потому что карантин. Хорошо, что я был в маске, да, если я бы не был бы в маске, то дела бы уже обстояли по-другому, я бы сейчас не стоял тут и не разговаривал с вами, наверное, не знаю. И есть много вопросов в комментариях о том, что, типа, как там вообще полиция относится, да, к другим людям, к иностранцам, проверяют они документы или нет. Вот вам случай за эти полгода, что я активно живу тут, активно, я же спортсмен. Я имею в виду то, что я еду в другие города, да, я побывал в Германии, сто раз об этом говорю, но я это сделал все-таки. То есть за все это время, за эти полгода, что я путешествую, например, да, что я иду куда захочу, не было ни единого случая, чтобы меня остановили и проверили документы. Это первый, и надеюсь, что единственный случай, поэтому я решил сразу записать об этом видео. В общем, в комментарии постоянно спрашивают, да, полиция, там полиция такая же, как в России или нет? То есть я могу с уверенностью сказать, что нет. В России, конечно, у меня было немного случаев, когда меня останавливала полиция и проверяла документы. Было пару раз, и то, когда я сходил уже с другими друзьями, из-за них меня останавливали, а так не останавливали. В общем, тут не как в России, тут просто так не проверяют документы. То есть если ты что-то нарушил, да, если ты, может, перешел дорогу на красный свет или еще что-нибудь сделал. То есть если ты что-то сделал, будут проверять документы. Если ты ничего не делаешь, не станут проверять документы. Потому что это Прага, например, это столица Чехии, а все столицы Европы это туристические города. Тут очень много туристов, поэтому полиция не станет каждого задерживать, да, каждого иностранца и проверять документы. Потому что тут очень много туристов, тут понятное дело, что все приезжают и очень мало тех, кто вообще нарушает, да, визовый закон. очень мало тех кто приезжает нелегально потому что тут все боятся этого у кого там заканчивается виза все уезжают или там боятся переживают сразу идут в полицию сдаются и все такое то есть в москве таких случаев много поэтому из-за этого наверное проверяют а тут такого нет в общем все об этом я хотел рассказать я сейчас вот редактирую видео про работу куда я ходил и где меня проверили там тоже будут некоторые кадры посмотрите в общем думаю на этом все да вы уяснили что тут полиция отличается от полиции в россии да тут не берут взятки по крайней мере мне так известно потому что если у тебя что-то не так тебя забирают воды в отделе в отделении и там сразу уже решает что делать нет такого что ты на месте может договориться но как видите меня просто так отпустили если бы их интересовали бы деньги то они бы начали бы меня мучить да и уже спрашивать деньги а так они просто уехали сказали что в следующий раз не забывайте документ а что делали бы в поле в россии чтобы делала полиция россии пишите в комментарии все на этом счастливо всем удачи у нас и и Продолжение следует...